Много ли тайн хранят в себе горы, леса и влачащие жалкое существование городишки с населением менее 100 человек? Конечно много, особенно если это захолустье Америки. В киноленте 1986 года «Кровь охотника» показан пример того, что может случиться с нормальными, адекватными людьми, проживающими в городе, которые решили приехать поохотиться в леса штата Арканзас. Арканзас – это юг США, где проживает куча народу, которые не любят приезжих чужаков. Поскольку штат Южный, то живет он сельским хозяйством, где не покладая рук трудятся реднеки, по-нашему колхозники. Ну и поскольку работа на земле отнимает много времени и сил, то совершенно некогда заниматься собой, в том числе и образованием. Поэтому реднеки – своеобразная социальная группа. А уж если обидеть такого неотесанного человека, то можно и пулю получить между глаз и вилы в бок. Герои слишком уж смело и слегка нахально въехали в этот рай красношеях, слегка отмороженных трудяк. Отдаленно фильм напоминает ленту «Избавление». Там группа городских также имела проблемы с жителями Апалачей. В киноленте «Кровь охотника» всего вдоволь. Дикая природа, перестрелки, кровь и насилие. Короче, там есть все, чтобы фанат ужасов отлично провел время за просмотром. Кстати, при просмотре складывается чувство, что люди, живущие в своем штате, совершенно ничего не знают или не хотят знать о людях и порядках, которые царят по соседству. Иначе какого черта пять разновозрастных мужиков поперлись бы стрелять оленей в глушь Арканзаса, где каждый пятый гонит самогон, а каждый десятый женат на своей сестре? Все же лента использовала этот беспроигрышный вариант – городские против деревенских. Именно эта формула до сих пор удачно используется во многих фильмах. Режиссер Роберт Хьюз не спешит сталкивать лбами ребят из города и реднеков. Грамотно и инозойливо он развивает характеры персонажей, и какое-то время мы наблюдаем, как охотники взаимодействуют друг с другом. Герои далеко не святоши, но все же по мере возможности ведут себя в рамках законов общества. Хотя, если бы не несколько глуповатых и неосторожных поступков, то всего произошедшего в фильме можно было бы избежать. Упомянутый мною фильм «Избавление» может быть дедушкой этого популярного поджанра, в котором снята и эта лента. Но «Кровь охотника» – это один из лучших и малоизвестных фильмов на эту тематику. Наверное, я порекомендовал бы ленту любителям коровавых пикников в глубинке, где все действие сводится к выживанию, возвращению к инстинктивным методам остаться в живых. Не спорю, адреналин такие киноленты вырабатывают. Я задался вопросом, почему фильм малоизвестен? Парадокс. Снят он хорошо, достойные спецэффекты, атмосферный сюжет, музыка на уровне. Думаю, до видеосалонов он не дошел в конце 80-х – начале 90-х, так как этот поджанр был мало знаком нашему зрителю. К тому же, на момент моего обзора кинолента болтается в сети в двух вариантах – VHS-качество и желтоватый рип с LD-диска, к сожалению. Не скажу, что актеры в ленте слишком уж известные, но многие из них снялись на тот момент в куче отличных фильмов. Любопытное участие в ленте нескольких актеров. Например, это первое появление в кино, не считая нескольких сериалов, Билли Боба Торнтона. В ленте также снялся Брюс Гловер, отец актера Криспина Гловера из кинофильма «Назад в будущее». Еще в киноленте сыграл роль Джои Траволта, старший брат того самого Траволты. Стоит упомянуть также и актера Билли Драго, завсегдатый автора сортных боевиков и фантастических фильмов. Здесь он появился в роли одного из браконьеров-убийц. Дав зрителям время узнать положительных героев поближе, режиссер знакомит нас с наиболее колоритными реднеками, давая им волю погорланить и пострелять в лесу. Реднеки здесь не ярко выраженные. Это какая-то колоритная смесь между хилбилли, реднеками, кальжунами, каннибалами и бог знает кого или чего еще. Дикие вещи в киноленте начинаются еще задолго до кровавых разборок в лесу. Была сцена классического наезда в баре. Да и баром-то это место сложно назвать. Это какая-то квинтэссенция блеваторных деревенских забегаловок с флагом конфедерации на стене и маринованными яйцами в банке на барной стойке. У меня поначалу были вопросы о неиспользовании героями огнестрельного оружия в самом начале, но потом я вспомнил совет от всех владельцев оружия, которые они не устают давать. Никогда не наставляйте оружие, если не собираетесь стрелять. Наверное, поэтому герои так нелепо пытались развести всю эту галиматью словами и быстрым улейпетыванием на своей мощной машине. В общем, американское общество любит качественные овощи и мясо, но побаивается людей, которые с утра до ночи горбатятся, чтобы все это вырастить. В киноленте выставили самые, что ни на есть отвратительные стереотипы, идущие бок о бок с понятием «реднек». Неопрятность, садизм, каннибализм, сексуальное влечение к своим сестрам и особям своего же пола, алкоголизм. Имеют ли такие фильмы право на существование? Я затрудняюсь ответить. Наверное, городским жителям в целях ознакомления с жизнью и традициями негламурной Америки такой фильм понравится. Сами же американские колхозники вряд ли будут в восторге от такой подачи материала. В любом случае, это отличный представитель среди подобных лент, и его смело можно поставить на полку с лентами вроде «Южного гостеприимства» и «Техасской резни бензопилой». На этом обзор закончен. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!